Сначала в гетто, а затем и в лагере уничтожения, знал, что нашел его и отправил туда Адольф Эйхман. Считается, что изначально у Гитлера не было четкого плана уничтожения евреев. План разрабатывался постепенно, да и надо было приучить немцев к тому, что люди, которые живут рядом с ними, должны быть уничтожены. Поначалу речь шла об изгнании, но более практические соображения ускорили дело. К расовым мечтаниям нацистов прибавился страх остаться без продовольствия, который преследовал Гитлера. В Первую мировую войну блокада Германии французским и британским флотом привела к тому, что немцы почти голодали. Считается, что в результате погибло около 600 тысяч немцев и австрийцев. Практически каждый немец в 30-е годы помнил, как он голодал во время войны или сразу после нее. Нацисты поставили перед собой задачу присоединить к рейху плодородные земли, изгнав оттуда местное население и избавиться от лишних едоков. Гитлер сделал министром сельского хозяйства Рихарда Вальтера Доре, главного аграрного идеолога нацистов. Доре родился в Аргентине. Он не смог получить аттестат об окончании школы. После войны он поступил в сельскохозяйственный институт, специальность свиноводства. Доре считал, что немцы должны оставаться крестьянами. Враги немцев – это лишенные корней городские жители. Либералы разорвали мистическую связь между немецким народом и землей, лишая народ жизненных сил. Земля превратилась в товар, который можно продавать и покупать. Его заместитель Герберт Бакке родился в Батуми, в Грузии. Его семья обосновалась в России в 19 веке. После начала Первой мировой семью интернировали и отправили за Урал. В 1918 году он вернулся в Германию. В 1922 году вступил в нацистскую партию. В 1926 году Бакке написал докторскую диссертацию «Зерновая экономика как основа экономики и народного строительства в России». Бакке считал, что Россия будет развиваться только под руководством иностранных этнических элементов, которые займут командные высоты в обществе. Руководители Минсельхоза Даре и Бакке объявили всенародную битву за урожай. Сельский партийный аппарат проводил собрание и митинги. Присланные министерством агрономы объясняли задачи. Уменьшить зависимость от импортных кормов, заменить их отечественными, сеном, турнепсом, то есть репой, ботвой сахарной свеклы. Свиней откармливали картошкой. Но усилия партии не помогли. Урожай ржи и пшеницы, начиная с 1934 года, были очень низкими. Пустили в ход стратегические резервы. В муку подмешивали кукурузу и картофельный крахмал. В 1936 году стало очевидно, что сельское хозяйство Германии не в состоянии полностью обеспечить страну продовольствием, если ничего не менять в организации аграрного сектора. Но нацистские руководители видели выход в территориальных приобретениях. Считали, что нужно прибавить еще 7-8 миллионов гектаров плодородной земли к 34 миллионам гектаров в Германии. Естественная сфера обитания немецкого народа, писал министр сельского хозяйства Даре, это территория к востоку от Рейха до Урала, к югу до Кавказа, Каспийского и Черного морей. Мы должны освоить это пространство, следуя тому закону, что более полноценный народ имеет право захватывать и владеть землей, принадлежащей неполноценному народу. Накануне Второй мировой руководители Третьего рейха были уверены, что стране угрожает продовольственный кризис. Мобилизация в армию лишала силу рабочих рук. Больше всего вкалывали в поле женщины. Они слишком много трудились, и нацисты-идеологи боялись, что женщины станут меньше рожать. Нехватку рабочей силы пытались компенсировать, отправляя на сбор урожая горожан и школьников. Урожай 1939 года был плохим. Это вело с собой сокращение количества картошки, которая шла на корм животным, что в свою очередь означало сокращение поставок свинины и молока. Когда Польша была разгромлена, для работы на селе мобилизовали 300 тысяч польских военнопленных. Но этого было недостаточно. Когда советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов приехал на три дня в Берлин в ноябре 1940-го, немцы первым делом поставили вопрос об удвоении поставок зерна, которые уже достигли миллиона тонн в год. В Москве ответили согласием. Поставки увеличились уже в январе 1941-го. Но благодарности от нацистов не дождались. Гитлер уверился в том, что первым делом надо захватить Украину, чтобы кормить Германию. Причем ему нужна была Украина без украинцев и Польша без поляков. Профессор Конрад Майер из аппарата имперского комиссариата по расселению немецкого народа представил первый вариант плана использования оккупированных территорий Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру 15 июля 1941 года. Профессор Майер разработал план очистки Восточной Европы не только от евреев, но и вообще от местного населения. Из Польши он предлагал изъять 80-85% населения. С Украины 64%. Из Белоруссии 75%. Территория вокруг Ленинграда подлежала полной очистке от русских. 21 марта 1942 года Гитлер назначил гауляйтера Тюринги Фрица Заукеля уполномоченным по трудовой мобилизации. Семья Заукеля не могла дать ему даже школьного образования. Он нашел себя в партийной работе. Получив от Гитлера полномочия по привлечению иностранной рабочей силы, Фрид Заукель ввез в Германию миллионы молодых женщин и мужчин из разных стран Европы. На работу в Германию отправили почти 3 миллиона советских граждан. Много поляков, французов, словаков, бельгийцев, голландцев и итальянцев. В ту пору Германия была более многонациональной, чем сейчас. Правда, не по собственной воле. В одном только Мюнхене было 120 лагерей военнопленных, 286 бараков для иностранных рабочих, 7 филиалов концлагерей. Пик был достигнут летом 1944 года. В Германии было около 8 миллионов иностранных рабочих, 20% всей рабочей силы. На военных заводах иностранцы составляли треть работающих. Как сообщил заместитель министра авиации Архард Мильх, в июне 1943 года бомбардировщики Юнкерс-87 на 80% собирались советскими рабочими. Ведомство Заукеля обещало иностранным рабочим хорошие условия. Приехав в Германию, они оказывались за колючей проволокой и на голодном пайке. Немецкие компании докладывали, что иностранные рабочие желают трудиться, но падают в голодный обморок прямо на рабочем месте. Важнее всего для Заукеля было обеспечить рабочие силы шахты, потому что добыча угля была абсолютным приоритетом. Но шахтеров надо было хорошо карлить. В конце 1940 года руководители Игоря Фарбен обратили внимание на маленький городок Аушвиц в Верхней Селезии. Польское название Освенцам. Город Аушвиц сочли идеальным местом для крупного химического производства. Рядом угольные шахты, источники водоснабжения и отличная железная дорога. Здесь решили построить завод по производству метанола, сырья, необходимого для выпуска авиационного топлива и взрывчатых веществ. Первый транспорт с метанолом вышел из Аушвиц в октябре 1943. По этому случаю был устроен праздник, на который руководители компании Игфарбен пригласили коменданта лагеря оберштурмбанфюрера Рудольфа Хёсса. По самым осторожным подсчетам в Аушвиц отправили миллион сто тысяч евреев. 900 тысяч убили сразу, 200 тысяч оставили для работы. Там же держали поляков, цыган, советских и других военнопленд. Лагерники построили завод для Игфарбен и многие другие предприятия в восточной части Селезии. Первым на военную промышленность стал работать Аушвиц. Затем лагерь в Араньенбурге, который в сентябре 1942 года передал авиационным заводам Хенкель первых 800 рабочих. Равенсбрюк снабжал женщинами-работницами компанию Сименс. Заксенхаузен отправлял узников на завод Даймлер-Бенц. Дахау заводам Байреша-Мотерберки, которые ныне выпускают автомобили БМВ. Урожаи зерновы в Германии в 1940 и 1941 были низкими. Из-за недостатка кормов зарезали четверть поголовья свиней. В июне 1941 сократили выдачу мяса по карточкам. Еще в начале 1941 Министерство продовольствия и сельского хозяйства и экономическое управление вермахта договорились, что в Советском Союзе должны умереть от голода не менее 30 миллионов человек. В первые месяцы войны немцы обрекли попавших в плен советских военнослужащих на смерть. Но уже в ноябре 1941 года уполномоченный по четырехлетнему плану развития экономики Герман Геринг приказал отправлять пленных на работу в Германию. Сотни тысяч бывших военнослужащих повезли в Рейх. Но кормили их плохо, они болели и умирали. Даже командование вермахта жаловалось, что нелепо привезли к вермахту.